Братья и сестры, здравствуйте! Между Рождеством Христовым и Богоявлением в календаре 12 дней. В жизни самого Спасителя Иисуса Христа это были 30 долгих лет, прожитых в смиренной неизвестности. Это удивительнейший факт человеческой истории. До достижения полной зрелости с точки зрения еврейских понятий, дающей возможность проповедовать, учить, и Христос в абсолютном тишине и безызвестности прожил смиреннейшим образом 30 лет, что само по себе удивительно. Только в армянской церкви на сегодняшний день сохранилось одновременное празднование крещения и Рождества. Во всех остальных церквах оно со временем разошлось, хотя изначально было одним и тем же праздником. Мы приблизились к крещению. Знатоки, даже приблизительные знатоки богослужебных традиций церкви знают, что богослужения Рождества и богослужения крещения одинаковые, структурно одинаковые. Царские часы, вечерня с паримиями, переходящими Тургию Василия Великого в Сочельник, пост до вечера, и Кутяна, Сочи, Колево вечером в вечернее богослужение, великое освещение воды ночью или утром, и на повечерей. И все это структурно копирует службу Рождества. Важным здесь, главным вообще смысловым событием праздника является знание Писаний, что мы стоим на твердом фундаменте, на камне веры и на камне божественных слов. Поэтому я думаю, что самым главным приготовлением к празднику является внимательное прочтение, дополнительное еще выслушивание в храме многочисленных текстов священного Писания. Из Евангелия, это Матфей и Марк. Марк прямо начинает Евангелие Христова с львиного рыка, покаянного призыва Иоанна в пустыне. Лука рассказывает подробно о рождении Иоанна, начинает глубже, называет имена его родителей. А о паримии праздника расскажут нам множество чудес и событий и священной истории, которые были на воде, поскольку днесь вод освещается естествой, разделяется иордан, и своих вод возвращает струи владыку зря крещаема. Отдельным вопросом является купание, которое в русской традиции стало очень важным элементом нашей христианской культуры, которое не является обязательным, но очень любима народом. В некоторых местах местные власти в связи с ковидом запрещают собираться людям вместе, в том числе и на крещенские купания. В некоторых разрешают. Значит, поступать нужно по ситуации. Если вам что-то запретит окунуться в прорубь, а вы очень этого хотите, то вы можете набрать ванну воды любой теплоты, горячей, холодной, очень холодной. Потому что вод освещается естество. Только выучите наизусть, пожалуйста, тропарь к крещению. Во иордане крещающуюся тебе Господи, который поется на первый глаз. И кондак явился, если днесь вселенной, на четвертый глаз. Без знания духовной составляющей это будет просто водная процедура. А с сознанием того, что происходит и что было. Значит, на реку пришел Иси Христе царю. И рабское крещение приятит чишися блажа от притечи в руку. Грехов ради наших человеколюбче. Какой голос вопиет на водах? Зачем нужно идти на воду? Глаз Господень вопиет на водах. Глаголе. Примите все. Духа премудрости, духа разума, духа страха Божьего, духа явшегося Христа. Вот если для вас над водой звучит глаз Божий, глаз Господний вопиет вам, придите и почерпите воду с весельем, о чем Исаия пишет. Если все это текстовое наполнение праздника и смысловое есть и резонирует в вашей душе, купайтесь с Богом, купайтесь с миром, купайтесь где хотите. В Палестине купаться легко на Иордан, там тепло всю жизнь, теплее, чем у нас всю жизнь. Но купаться можно, повторяю, и в ванне, и в море, и в любом водоеме, потому что водное естество едино. Освятивши воду в небольшой речушке подмосковной, мы таким образом благотворно влияем на весь бассейн Мирового океана, поскольку тяжелые водные и круговращение воды в природе – это некий единый космический такой вселенский процесс. И воды действительно освещается все естество. Вот знайте это, читайте тексты богослужебные, вслушивайтесь в богослужения, обязательно читайте из Писания все то, что посвящено Крещению. А ему посвящено, кстати, и переход евреев через Красное море, и переход через Иордан при овладении землей при Иисусе Навине, и много других чудес при Илье и Елисеи и так далее. Поэтому, на мой взгляд, священнические, обычные человеческие знания священных текстов освещают всю событийную часть нашей жизни, а незнание их превращает все святое в фольклор и в какие-то народные упражнения. Это не спасает, это веселит, но не спасает. Так что празднуйте Крещение Господне и знайте, что в этот день Бог явил Себя как Троица, а Иисус из Назарета явил Себя как Христос. В этом главное. С праздником!